Ну вот, сплав еще не начался, Тимур уже меняет маршрут, он решил все-таки идти по течению, а не против Да, обычный лодочный клапан, и будем тестить, какой клапан у нас лучше Легким движением ноги Да, вот так вот, просто раскрутили, и все Ты прям во рту ее закручивай Ну что, как это сидение? Ну это я потом скажу Ну двоих! Слушай, есть еще двухместный, он на 30 сантиметров длинней, то есть второго человека можно как в байдарке уже со спинкой сажать В этом Баркрафте у нас, как бы, с лодки ПВХ, вот такой клапан стоит Засекаем время Время накидеем Время пошло Поход сварить, как лодки себя ведут на воде Сколько времени? Две минуты, три минуты двадцать секунд Две минуты двадцать секунд Согласен То есть пока не хватает леерного ограждения Что-то у тебя ноги торчат из лодки Это чтобы вода не капала Ну, с Богом! Пошли! 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 В принципе лодочка зачетная Для автономок вполне подходящая Что не хватало мне на груза Не хватало лееров Леера нужна Обвязка, чтобы сделать обвязку Но это и удобнее и практичнее И для крепления груза удобнее То есть это вещь нужная Магнит, который мы не поняли сразу Почему задница пробокает Подушка высокая, очень удобная Сидишь, тоже комфортно То есть пина не устает А выкатиться можно до штуки Но вот обращаем внимание Вот на эту штуку То есть через какое-то время Особенно в дождь Вода скапывается здесь, как в маленький бассейн Поэтому принципиально важно сделать Здесь чтобы был слив Ну то есть складкой надо вниз ложить И вода вот стекает Складкой наоборот вверх А, ну да, стек воды Если будет вот так, вы будете сидеть В луже Мы не сразу догадались Надо сказать Да Вот, так по грузоподъемности Ну вот считайте Ну я где-то за сотню килограмм Да, плюс мешок Ну, еще примерно столько же груза Можно нагрузить И лодка идет И замечает Вот, по шкурадерам мы не ходили Как-то так мы все мосты прошли сегодня вверх Поэтому я ничего не могу сказать Про днище Нужно ли там дополнительно дно или нет Я не знаю Вот, но то что есть на вот эту воду Это вполне достаточно Ну, скорость у нас по реке Покша Костромская область Средняя скорость была 6 км в час Средняя? А в максимуме было где-то до 11,5 км Но это учтите, что это практически самая высокая вода И достаточно высокое течение Вот Ну, так здесь есть недостатки, как и все-таки дунушек То есть она легкая И если начинаешь гвести посильнее весна То она начинает рыскать Но в этом, в общем-то Это, не знаю Это особенность всех надувнушек Есть чего-то сверхвысокого Я не увидел Ну и, в общем-то, какие-то большие проблемы тоже нет По сравнению с другими надувными байдарками Ну, тот же вольный ветер Ну, ведет себя примерно так же Вот Ну, опять же, обращу внимание На колхозах вот этой вышли Вот Да Там центр тяжести смещается в одну сторону И, безусловно, когда ты Просто плывешь по течению Рано или поздно тебя развернет спиной вперед Вот Но Полгребка И водка разворачивается Подводя итоги по Вчерашкему походу Испытаниям Баркрафта Спутник Что можно сказать Значит, водки нам что-то понравились Вчера Вчера мы прошли В реке Лучше 30 км Вчера Высокая скорость Байдар Как бы составляла 12 км в час Средняя скорость у нас получилась 7 км в час При скорости течения реки 4,5 км в час Ну, что выяснили По Пайдарочному веслу Значит Весло Само психо Хорошее Удобное Единственное Мне оно показалось Чуть-то Коротковато То есть, наверное Я буду делать Стамку Весло На 3 дни И Манжеты Пошире Почему-то Манжеты мне не достали Заванский Поэтому Манжеты Буду делать Еще шире Весло Весло Байдар Накачивали Насосом Ликушкой Я думаю Экспедицию Мы его и возьмем То есть Качает он Эффективно Быстро И место занимает Не больше Байдарочного Насоса Единственное У нас так С клапанами Вопрос не разрешился То есть На одном спутнике У нас Лепестковый Клапан На другом Клапан Водочный То есть Непонятно Зачем Приходится Постоянно Отменять насадку То есть Это не совсем удобно Изделие В рабочее Состояние Клапанное Приводится За 5-6 метров В сложенном состоянии Лодка Выглядит Вот так То есть Здесь Напосредственно Пайдарка Сиденье Четырехсекционное Весло И насос Еще Ремком Такой мешочек Аккуратненький Легенький Очень удобно Вчера на такси Приехали На реку Также Нас На машине Забрали В багажнике Места Не заняли Значит По посадке Сидеть Удобно То есть Я достаточно Габаритный человек При росте Метра 80 У меня Здесь Стоял 90 литровый Мешок Гермомешок И Ногами Я до него Не доставал То есть Мешок был привязан К носу Стоял удобно Не мешал При случае Можно было Его развернуть Ногами Операться То есть Длина лодки Я считаю Оптимальная Для длительных Походов Также Удобно Сидеть То есть Поддержка Спины Поддержка Бедер Было Не тесно И тепло Вот Значит Через неделю В конце апреля Отправляемся Уже В многодневную экспедицию Вверховье Наших рек Вологодской области Пройдем опять Сюда Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...